Власти Хакасии взялись за проблему с загрязнением воздуха. Смотрите репортаж с первого заседания специальной рабочей группы. В республике сложилась напряженная экологическая ситуация, если не сказать кризис. Неприятие бюджета руководством Аскизского района может привести территорию к финансовому коллапсу. Что за этим стоит? Политические амбиции или реальное желание помочь людям? В пожарной, который оставил без жилья и хозпостроек жителей Балыксы, отказался от дачи показаний и потребовал запретить видеосъемку судебного заседания. В резонансном деле о поджигателе Иване Шнайдере вскрываются интересные подробности. Масштабная реконструкция в драмтеатре имени Лермонтова. Скоро большая и малая сцены станут не хуже, чем в столичных театрах. Сегодня это оборудование 70-х годов уходит на заслуженный отдых. А ему на смену придут новые облегченные софиты и современные цифровые технологии. Сегодня в правительстве Хакасии прошло первое совещание специальной рабочей группы по экологии. Главным вопросом повестки стало загрязнение воздуха. Мнение властей узнал Никита Смирнов. Минприроды Хакасии провел анализ загрязнения атмосферы. В 2018 году в воздух попало 150 тысяч тонн дыма и пыли. Данных за 2019 год пока нет, но цифры вряд ли меньше. В республике сложилась напряженная экологическая ситуация, если не сказать кризис. Проблема появилась не сегодня, не вчера, копилась годами. В итоге сегодня даже без каких-либо приборов или специальных экспертиз мы все жители республики наблюдаем в зимнее время смог, запах гари. Жители Хакасии боятся за свое здоровье и постоянно жалуются на плохую экологию во все инстанции. В адрес министерства и правительства поступило 40 официальных обращений граждан. Если их детализировать по проблематике, то они разделятся на 4 основных части. Это благополучие в местах проживания, это экологическое воздействие, это экономическое оправданное участие в угольной отрасли в экономике республики и имеющее место нарушение при осуществлении работ на угольных разрезах. За прошлый год надзорные органы выявили 223 нарушения на угольных разрезах Хакасии. Но в удушающем смоге виноваты не только они. И основная масса жалоб – это жалобы на качество воздуха в городе Абакане, которые обусловлены загрязнением атмосферного воздуха несколькими источниками выбросов, в основном и стопки частных центров, наполнением их приятных природных тематических условий. Для того, чтобы привести действительно такую полную оценку риска для здоровья населения, необходимо разработка сводной тома ПДВ. Сводный том предельно допустимых выбросов появится в этом году. А к 1 февраля будет готов план совместных мероприятий рабочей группы по проблемам экологии. Состав этой группы расширится, а заседания будут проводиться раз в две недели. Никита Смирнов, Дмитрий Щеглов, РТС. В наших программах эта тема обсуждается регулярно. Завтра мы вновь вернемся к поиску причин, почему в Хакасии тяжело дышать. В четверг в прямом эфире в 17 часов в программе «Ответная реакция». Постараемся найти ответы на вопрос, что делать для того, чтобы избежать в республике экологической катастрофы. В качестве экспертов выступят представители исполнительной власти, экологи, общественники и, конечно, телезрители. Телефон прямого эфира 298 800. Звоните, если вам интересно будущее нашей республики. Многомиллионная дыра в казне и непринятие бюджета на 2020 год перевели к тому, что Аскизский район могут ожидать серьезные экономические риски. Эксперты же уверены, территорию, которая в течение последних лет потеряла значительную часть собственных доходов, и вовсе ждет финансовый коллапс. 50 миллионов в этом году, 186 в следующем и 224 в 21-м. Столько средств Аскизский район мог бы получить от федерального центра на реализацию государственных программ. Деньги немаленькие, особенно если учесть, что воплотить задуманное местные чиновники сами не в состоянии. За последние три года нововое поступление на территории сократились. И вот теперь еще и бюджет района не принят. Вот почему он был не принят? В целом, чтобы было понимание, погоду, для того, чтобы нам принять на год бюджет, на год, да, на 12 месяцев, то нам не хватало 345 миллионов доходной части. Мы просто требуем финансовой поддержки. Вот сейчас мы решаем вопросы, что 5 школ должны отключиться 30 января от электроэнергии. Это что будет? Это будет все карандец. Депутаты настаивают, без помощи республики и федерального центра решить все проблемы территории невозможно. Зачем планировать то, чему сбыться, без положенных средств не суждено. Скептики парируют вариант, получить поддержку был. Минфин Хакасия представил муниципалитетам возможность разделить между собой 135 миллионов рублей дотаций. Однако глава Аскизского района, как председатель Ассоциации Совета Муниципальных Образований, выступил против этой инициативы. Позиция моя, руководителя Аскизского района, значит вообще с повестки этот снять вопрос, направить его назад в правительство, пускай они там сами думают и принимают сами решения. И вот теперь Абрак Челтыгмашев выдвигает ультиматум правительству, требуя гарантийное письмо на 50 миллионов рублей в обмен на принятие бюджета. Что за этим стоит? Политические амбиции или реальное желание помочь людям? Этот вопрос мы хотели задать Абраку Васильевичу, однако телефонную трубку он так и не взял. Андрей Пахабов, Антон Михайлов, РТС. В Хакасии, а точнее в Алтайском районе зафиксирован первый случай гриппа. Санврачи установили, что заболевший ребенок не был привит. По данным Роспотребнадзора, в начале прошлого года в Хакасии в период эпидемии скончали 6 человек. Один от гриппа, пять от его последствий в виде пневмонии. Никто из них не был вакцинирован. По РВИ в республике сохраняется неэпидемический уровень. К примеру, в Абакане за неделю выявили около 380 случаев, что ниже эпидпорога на 66%. Пожарный Иван Шнайдер, подозреваемый в поджогах в поселке Балыкса, отказался давать показания. Сегодня прошло очередное заседание в Аскиском районном суде, где начали заслушивать всех участников процесса. Всего по делу проходят 20 свидетелей. Материальный ущерб насчитывается в полмиллиона рублей. 26-летнего Ивана Шнайдера приняли на работу на должность начальника отряда с испытательным сроком на 3 месяца. Закончиться он должен был 1 ноября, только полицейские задержали подозреваемого на несколько дней раньше. Теперь официально уволить Шнайдера смогут только после того, как суд вынесет решение. Свою вину в содеянном обвиняемый признал, но от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью. Не свидетельствовать против себя. Сегодня Шнайдер попросил суд запретить видеосъемку заседания. Так как не желаю, чтобы информация обо мне в суде в отношении меня освещалась в прессе, в телевидении, считаю, что информация полностью исхожает моему мнению. Просьбу судья удовлетворил. Съемка может повлиять на судебный процесс и дачу показаний. Среди свидетелей, жителей поселка, работники администрации и пожарной части. Стороной государственное обвинение предоставляется доказательство суду. По делу проходит порядка 20 свидетелей. Ущерб по уголовному делу составил более 500 тысяч рублей. По версии следствия, поджоги подозреваемый совершал с сентября по октябрь. Почти во всех случаях фигурировали дома или постройки. Часть муниципального жилья была приватизирована. Одна жилплощадь приобретена нам от капитал. Сами собственники живут в основном в Кемеровской области, а в Балаксу приезжают редко, летом как на дачу. Следствие выяснило, Шнайдер бросал зажженный кусок ткани, пропитанный в бензине. В основном в нежилые постройки, откуда и начинался пожар. А в итоге в огне полыхали и соседние дома. Это было страшно. Реально эти пожары, это очень страшно. Потому что выводить детей из-под огня, это никому не пожелаю. И где у человека этого совесть? Как он мог всю деревню держать в страхе два месяца? Я не знаю, ему воздастся правда. И я надеюсь на правосудие. Он работал у нас, опозорил нас на всю Россию. И теперь еще долго-долго нам придется отмываться от этой грязи, которую он нас облил. Чем он руководствовался, непонятно. Кто его научил этому? Как он, с какими мыслями поджигал? Непонятно. Самое интересное, я сам это слышал. Он сказал, ничего личного, я хотел потренировать личный состав. У нас как бы не возбранялось. Выезжайте на фасад и хоть с утра до вечера бегайте, тренируйтесь. Как можно на пожаре, когда идет работа, кого-то чему-то научить? Выйти на Шнайдера помогли видеозаписи с последнего места преступления. Горевший дом с постройками находился как раз напротив школы. Убегающего с места поджога пожарного видели жители улицы. В резонансном деле о поджигателе Иване Шнайдере вскрываются интересные подробности. Все эти три месяца, пока происходили в Балаксе пожары, он был негласным подозреваемым и даже проходил детектор лжи. По данной статье Уголовного кодекса, умышленное уничтожение чужого имущества Шнайдеру грозит до пяти лет лишения свободы. Катерина Рушина, Андрей Доржук, РТС. Первый зампредседателя Республиканского парламента Юрий Шпигальских прокомментировал журналистам заявление главы Хакасии о том, что поправка о надбавках юристам правительства шла из недр Верховного совета. Моя личная оценка, накосячили все первые за двое суток до рассмотрения проекта закона. Правительством была внесена поправка в новую редакцию, где заложена эта норма. Второй косяк со стороны правительства, безусловно, не было заключения финансового органа Минфин. Они даже не дали, поскольку не увидели эту норму, заключения. Косяк со стороны Верховного совета. Была, по сути, нарушена регламенная процедура, когда комитет тщательно должен был рассмотреть, должно быть заключение уже на новую поправку в новой редакции со стороны наших правовых служб. Поэтому, я думаю, что ни в коем случае друг на друга нельзя пальцами показывать. Нужно просто на ближайшие сессии привести все в соответствии, изменить эту норму и никаких проблем. 2019-й побил все рекорды по урожайности за последние 90 лет. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Минсельхоза Хакасия Александр Башков. Накануне глава ведомства отчитался перед Валентином Коноваловым о результатах работы аграриев за прошлый год, а также рассказал о планах на текущий. В среднем по республике урожай на зерновых составило больше 20 центнеров гектара. Эксперты уверены, такие рекорды во многом стали возможны благодаря сертифицированным семенам, минеральным удобрениям и средствам защиты. Еще один важный шаг для отрасли – увеличение с нового года зарплат ветеринарам. Среди приоритетов на 2020-й – увеличение посевных и наращивание поголовья овец и крупного рогатого ската. Шубный фестиваль. 20 российских производителей, 5000 изделий, рассрочка, скидки до 70%. С 20 января по 2 февраля. Центр культуры «Победа». Хакасия поддерживает поправки в Конституцию России, предложенные Путиным. Президиум Республиканского парламента провел сегодня отдельное заседание, на котором депутаты приняли отзыв о федеральном законопроекте. Предложение по изменению Конституции президент озвучил неделю назад, а уже сегодня в парламент Хакасии поступил сверстанный проект федерального закона о поправках. И отзывы регион должен предоставить в Госдуму сегодня же. Там рассмотреть законопроект планируют в январе. Вот такая срочность. Владимир Штыгашев напомнил основные изменения. Закрепление Конституции России над международными нормами. Муротни ниже прожиточного минимума. Требования к должностным лицам, в том числе к кандидатам в президенты. Закрепление статуса Госсовета, повышение роли парламента и так далее. Комментировать вот одно. На укрепление государства, суверенитета и ограничения, которые там установятся для высших и других должностных лиц. Еще раз подтверждается, наши законы, наша Конституция превыше всего. Мы отставим свой суверенитет. По мнению Владимира Штыгашева, это серьезные шаги в сторону демократизации. Воодушевило его и предложение президента наладить справедливые межбюджетные отношения с регионами. Две третих выпадающих доходов субъектов федерации, о которых мы уже три года со стоном кричим на всех федеральных уровней, возмещать субъектам федерации. Я, например, с воодушевлением это принял. Как будто уже это осуществилось, поскольку я уже устал. Я уже врагом стал, когда там требовало это. Меня вдохновило действительно послание президента, не только по многим и другим вопросам. И самое главное, что впервые, а то сказано, а сейчас сразу и делается. Парламентарий Хакасии всеми руками за. Основной блок законопроектов по посланию президента Госдума должна принять весеннюю сессию. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТФ. В Россию запретили ввозить цитрусовые из Китая. Ограничение вступило в силу с 6 января 2020 года. Запрет введен из-за нарушения санитарных норм при перевозке и упаковке фруктов. Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору пояснили, цитрусовые могут быть носителями таких опасных насекомых, как щитовка, мухогорбатка и средиземноморская плодовая муха. Попадая в негерметично упакованные контейнеры, они быстро откладывают яйца в продукты. И если личинка попадет в организм, то у человека может развиться паразитарное заболевание миаз, которое требует сложного лечения. В группе риска дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. Кроме того, мухи способны стать переносчиками холеры. Отмечается, что ограничение на ввоз мандаринов будет действовать до тех пор, пока китайская сторона не примет меры. Жители Хакасии продолжают отдавать свои деньги мошенникам. Последние случаи зафиксированы в Саиногорске Абакане. Подробности в хронике происшествий. Жительница Абакана поверила мошеннику и потеряла 5000 рублей. Преступник написал женщине от лица ее коллеги в соцсетях. Деньги пообещал вернуть через несколько дней. После согласия мошенник прислал фото банковской карты, на которой было указано имя коллеги. Ничего не подозревая, женщина перевела деньги. А когда через несколько дней позвонила, чтобы узнать о возврате долга, коллега сообщила, что давно не заходила на свою страничку и ни у кого денег не просила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Чтобы избежать подобных ситуаций, полицейские призывают жителей республики перезванивать родственникам и друзьям, которые просят у них деньги в интернете. Попался на удочку мошенников и житель Саиногорска. Мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что своего карты пытаются украсть деньги. Чтобы их сохранить, потерпевшего попросили сообщить данные карты и коды из СМС, которые придут на телефон. Мужчина выполнил все инструкции. В итоге своего карты украли 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В столице Хакасии минувшей ночью произошел пожар в пансионате ветеранов по улице Белоярская. Источник возгорания находился в одной из комнат жилого корпуса, откуда пожарные спасли пенсионерку. Женщине потребовалась помощь медиков. Также было эвакуировано еще 30 постояльцев пансионата. Справиться с пожаром огнеборцам удалось за 20 минут. Предварительная причина возгорания – замыкание электропроводки. Оперативники МВД ликвидировали склад несертифицированного алкоголя в Абакане. Помещение располагалось по улице Итыгина. Полицейские изъяли более трех тысяч бутылок на сумму свыше 600 тысяч рублей. Хозяина, точнее хозяйка спиртного, установлена. Это индивидуальный предприниматель. Против женщины возбуждено уголовное дело. Также задержан поставщик алкоголя. В его грузовом автомобиле нашли еще около двух тысяч бутылок нелицензионной продукции на сумму свыше 180 тысяч рублей. Нарушителям закона грозит штраф в размере от двух до трех миллионов рублей, либо лишение свободы сроком на три года. В Красноярске задержали главу регионального пенсионного фонда Дениса Майбороду. Его арестовали сроком на один месяц. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следственный комитет ФСБ и МВД пока не комментируют дело. Не исключено, что Майборода задержан в рамках расследования обстоятельств покупки для пенсионного фонда двух административных зданий по завышенной цене. Вследствие чего фонду был нанесен ущерб в 75 миллионов рублей. Известно, что в ноябре прошлого года обвинение в совершении этого преступления было предъявлено заместителю Майбороды Алексею Трофимову. Его также арестовали. Республиканский драмтеатр в ожидании серьезных перемен. Реконструкция большой и малой сцены в самом разгаре. На одной из главных культурных учреждений Хакасии оснастят оборудованием по последнему слову техники. Все расскажет Оскар Артамонов. Сегодня в Республиканском драматическом театре долгожданная премьера. Масштабная реконструкция большой сцены. Здесь практически ничего не меняли с 1978 года. Сейчас строители демонтируют старые блоки и лебедки, которые прослужили искусству больше 40 лет. Исправно опуская, поднимая софиты и штанкеты с декорациями. Специалисты не скрывают, подвижным механизмом уже давно пора на пенсию. То же самое касается и другого сценического оборудования. Еще недавно эти софиты ярко освещали сцену, создавая неповторимый образ для каждого спектакля. Но всему рано или поздно, увы, приходит конец. И сегодня это оборудование 70-х годов уходит на заслуженный отдых. А ему на смену придут новые облегченные софиты и современные цифровые технологии. Новый световой пульт и система интеллектуального управления, которое позволит создавать самые невероятные световые эффекты. Технологическое телевидение, которое даст возможность наблюдать за сценой из кабинета помощника режиссера, система внутренней связи. Монтажом оборудования занимается опытная команда из Санкт-Петербурга. Оснащение только по самым высоким стандартам. Представьте, что вы со старенькой машины пересядете на новый Мерседес со всеми топовыми опциями, возможностями и скоростью. Это облегчит жизнь театра. Я надеюсь, что это даже внесет какую-то новую жизнь, откроет новые возможности для создания спектаклей. Сегодня на большой стройплощадке побывал глава Хакасии. Реконструкция Республиканского драматического театра проходит в несколько этапов. В 2019-м преобразили крыльцо и фойе, и только в нынешнем году приступили к новым объектам. Такую разбивку на этапы специалисты объясняют просто. В театре у нас размещаются два театральных коллектива, и по сути нарушать на длительный период вот этот творческий процесс было бы нелогично. Поэтому да, по частям. Что-то отремонтировали, в частности, фойе в прошлом году. Сейчас мы делаем основную часть сцены. Тут нужно немножечко потерпеть. Общая стоимость работ оценивается почти в 500 миллионов рублей. К августу подрядчик должен завершить отделочные монтажные работы в большом зале и в производственных помещениях. Кроме того, будут оснащены и оборудованы две малые сцены для обеих театральных труб. Оскар Артамонов, Станислав Холчинаев, РТС. Парламентарии Хакасии продолжают настаивать на запрете никотиносодержащей продукции. Сегодня президиум поддержал еще одно обращение в Госдуму. Также депутаты обсудили сохранение эпического наследия и статус предпринимателей. Подробности Ольги Барловской. И снова снюсы. Депутаты Верховного Совета Хакасии поддержали обращение парламентариев Татарстана. Запретить продажу несовершеннолетним, бестабачной и иной никотиносодержащей продукции. Правда, наши законотворцы считают, нужен полный запрет на опасное зелье. Якобы благим намерением борьбы с табакокурением начинается распространение так называемых жевательных и сосательных смесей, содержащих как раз никотин, который оказывает еще больше обмит несовершеннолетним. Обращения регионов должны подгонять федеральных законодателей. Оказывается, подобная инициатива поступала в Госдуму еще в 2017 году. А законопроект приняли в первом чтении только в конце 2019-го. Еще одна инициатива уже из Якутии – принять федеральный закон об эпическом наследии народов России. Главная задача государства – сохранение этих глубинных базовых основ национальных культурах, национальных языков, литературных традиций, покровных. Законопроектом устанавливается комитетный напорок, определяется нам наущество государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпидемического наследия. Председатель бюджетного комитета выступил с проектом постановления по предпринимателям. Речь о требовании прокурора поправить формулировки в республиканском законе о патентах, пояснил Олег Иванов. Для обладателя патента, у которого есть наемные работники, он платит за них, а вверху формулировка «без наемных работников» и получается двойное толкование. И прокурор потребовал для того, чтобы спорной ситуации не было у обладателей патентов, внести ясное толкование. Также сегодня, по словам Ивановы, изучается возможность снижения налоговых ставок по некоторым видам деятельности на основе патента. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС. Ну, вот об этом ты сейчас и расскажешь конкретнее нашим телезрителям. Ну, а я же с ним прощаюсь. Удачи! До встречи в эфире! Какого цвета кроссовки спорят пользователи? Вот посмотрите, впервые, когда я их увидела, с уверенностью сказала, цвета розовый и белый. Но в сети считают, что если видите бело-розовую гамму, у вас развито правое полушарие. А если серый и оттенок зеленоватого левого, так правый мост считается творческим, музыкальным и склонным к искусству. А левый отвечает за аналитику, числа и логику. Билеты в столицу России из Абакана сильно подешевели. Так улететь в Москву из Абакана и обратно на самолетах аэрофлота можно за 7 тысяч рублей. Купить дешевый билет можно на полеты, которые пассажир совершит с 30 января по 31 мая. Важно сразу приобрести билеты в обе стороны. Успевайте до 23-го включительно. Кстати, в списке дешевых перелетов еще Петербург, Сочи, Симферополь, Казань, Иркутск, Владивосток и другие. Хакасию облагородят волонтеры. Они оборудуют для туристов участок горы Уитак в Аскизском районе. Эта часть проекта – большая байкальская тропа. Протяженность 840 метров. Она начинается от грунтовой дороги за стоянкой у Канавязи и заканчивается на вершине холма, расположенного у южной границы западного участка памятника природы Уитак. Добровольцы начнут свою работу летом. Вскоре оценим результаты. А это видео из Кызыла. Вот помните выражение, как селедки в банке? Тут примерно так же, только люди в автобусе их старательно утрамбовывают в транспорт, чтобы двери закрыть. Ох уж этот суровый Кызыл. Интересно, у них там больше автобусов, больше нет? Что люди так стремились забить себе место? Рыбакам море по колено. В прямом смысле этого слова 300 любителей рыбалки оторвались от берега и теперь дрейфуют на льдине. В море неподалеку от южной части Сахалина спасатели готовятся вызволять бедолаг. В настоящее время МЧС оценивает, как лучше вернуть людей на берег. Подготовлены вертолеты, судно на воздушной подушке, три снегохода. В настоящий момент сейчас там разгулялась непогода, сильный ветер. А вот в Китае новые жертвы коронавируса. Если пару дней назад мы рассказывали о трех погибших, теперь цифра выросла до 9 человек. Тем временем в аэропорту Иркутска со зобым вниманием проверяют состояние здоровья пассажиров, прибывающих из Китая и Кореи. Об этом сообщает РИА Новости. Кстати, эксперты по всему миру подтвердили, что пневмония может передаваться воздушно-капельным путем. Грустная история пришла из Хабаровска. Смертельно больной отец подыскивает для своих детей новую семью. У Александра последняя стадия рака. Мужчина еще при жизни решил найти для своего 8-летнего сына и 10-летней дочери новых родителей. Оставлять детей родственникам он не захотел, так как не хочет, чтобы ребятишки стали обузой. На призыв Хабаровчанина откликнулись многие. Сейчас мужчина говорит, что все нормально. Семью подыскали, а он будет бороться до последнего. Это были все новости, которые попали в мои сети. Сегодня узнать еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды, а я же с вами прощаюсь. Удачи! Спасибо. Спасибо.